Всем привет, дорогие друзья! Сегодня делаем обзор именно вот этой школы, Еда Белем Колледжи. Эта частная школа находится в городе Аланье, неподалеку от центра города. Мы отдали свою дочу Аделе именно в эту школу. Она в этом году у нас идет в пятый класс. Здесь это средняя школа, по-турецки называется Орта Окуле. Мы долго думали над этим, какую школу отдать, в государственную, либо в частную. Ну, все-таки пришли к выводу, что для адаптации и для более глубоких зданий будет, конечно, лучше отдать в частную школу. Мы тоже выбирали, здесь их несколько школ. По отзывам, больше положительных отзывов именно эта школа. Сейчас мы как раз вместе зайдем, делаем обзор внутри, сообщим, сколько это стоит, год обучения в этой школе. Начнем обзор этой школы. Ну, пойдемте. С левой стороны здесь у нас баскетбольная площадка. Здесь проводятся именно физкультура и дополнительные кружки. Ученики на переменах могут провести время здесь, немножко посидеть, отдохнуть между уроками. Ну, и также здесь проходят какие-то дополнительные занятия. Главный ход в школу. Здесь работают концемеры, прохладненько, уютненько. С правой стороны это вот кабинет директора. Ну, вот мы поднялись на самый верхний этаж, это у нас четвертый. И здесь у нас находится столовая, где дети обедают. Стоимость обучения входит одноразовое питание, именно вот в обеденное время. Сейчас мы спустились на этаж ниже. На этом этаже учится именно восьмой класс. Вот он, весь этаж. И здесь на этаже несколько кабинетов. Обязательно на каждом этаже находится туалет, женский, мужской. Вот смотрите, как они организовали именно под мусор. Классик отдельно, бумаги отдельно, стекло отдельно, чтобы дети уже учились. Вот так вот выглядит класс. В классе не более 24 учеников, но Аделюма Адель пятый классом будет 18 учеников. Конечно же, в каждом кабинете стоит кондиционер. В этом классе проходят уроки математики и геометрии. Мы спустились еще на этаж ниже. На этом этаже обучается пятый, шестой, седьмой классы. Можем пройти в кабинет. В принципе, так же. Имеется лестница пожарной безопасности. Видите, она сразу на улицу уходит и вся закрыта. Можно будет эвакуироваться через эту лестницу. Имеется туалет для инвалидов. Вот на втором этаже у нас здесь расположена библиотека. Она небольшая. Но я думаю, все, что необходимо, если хочет ребенок прийти, взять книжку, почитать все, что нужно. Здесь имеется английский класс. Уроки на английском проходят здесь. Видите? Ну вот, ребят, мы спустились в самый минус первый этаж. Подвал. Ну, кстати, здесь имеется лифт. Несколько лестниц или спортивный зал. Когда на улице идет дождь, непогода, дети физурой занимаются именно здесь. Также вот здесь туалетные комнаты. Некоторые предметы проходят, именно документальные фильмы показывают. Вот такой вот кинозал здесь имеется. Ну и с правой стороны здесь есть кафетерий. Здесь ребенок может прийти позавтракать. Как я ранее говорил, только дают обед. Завтрак или после обеда, если захочет перекусить, можешь спуститься вниз, купить там чаю, пирожок, семит. Что-нибудь в этом вроде или что-нибудь из сладостей. И здесь же перекусить. А здесь еще имеется комната химии. Проводят всякие опыты, изучают химию. Сейчас покажу форму. Смотрите, для мальчиков и девочек она одинаковая. Вот такие вот футболочки. Чуть 5 лирсоид. Сзади тоже их символикой. А есть вот такие вот, знаете, разных цветов. Можно такую носить, можно такую носить. Более такая форма, более свободная, более спортивная, более удобная. Вот такие можно футболочки носить. Вот такие футболочки стоят 70 лир. Ну, хабачные. С длинным рукавом в зимнее время вот такое вот. В холодное время вот такой вот носит. Свитер, да? Капюшон. 110 лир стоит. Спортивка понравилась вот такая вот. Хорошего качества. Ну, вообще хорошие. На низ идут шортики. Вот такие вот. Юб нет. Да, юб нет, только шортики. Мальчики и девочки одинаковые. Мы, в принципе, показали вашу школу, как она выглядит снаружи, изнутри. Они упор дают на языки. В понедельник и по пятницу учеба начинается в 8.30, заканчивается в 17.10. Можно самим привозить ребенка к этому времени и забирать. Или же воспользуется услугами трансфер. Ребенка вашего забирают и привозят домой. В субботу с 9 часов до часу тоже обучаются. 16 часов в неделю английского языка, 2 часа. Предметы математика, геометрия, химия, физика, турецкий язык. День 9 уроков. Вот они распределяются и по расписанию. Дополнительные занятия это шахматы, спортивные занятия, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, вставание, музыка по всем предметам. Если ребенок где-то отстает, проводят дополнительные занятия. Они сказали, что будут дополнительные уроки давать именно турецкого языка, чтобы быстрее ребенок подтянулся. Годовое обучение здесь стоит 17500 лир, 1750 евро в год. В эту стоимость входит обучение, питание и книги. Отдельно нужно будет заплатить за форму, но мы уже посмотрели форму. В принципе недорого, там 200-300, но максимум 500 лир выходит. И отдельно мы платим за трансфер. В зависимости от расстояния, откуда вас забирают. По оплате можно здесь разделить, то есть сделать предоплату 20% от стоимости. Остальную сумму разделить и оплачивать по месячной до окончания учебы. Сделали договор, оплатили сразу за год и нам сделали скидку. Мы заплатили на 1000 лир дешевле, то есть не 17500, а 16500. Если у вас входит двое детей, то соответственно еще будет дешевле. Они делают скидку там еще процентов 5, летите за каналом. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее видео. Всем до скорой встречи, всем пока!